В Якутии полным ходом идет подготовка к запуску системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Но подготавливается не только соответствующее оборудование, параллельно идет подготовка операторов службы. С подробностями Виталий Абрамов. А где меня кража? В каком районе? Адрес? Улица Лермонтова. Вот так, уже на практике, в настоящий момент отрабатываются алгоритмы взаимодействия с условными пострадавшими. Слушатели осваивают навыки запуска программы и регистрации в системе. С учетом индивидуальности интерфейса изучают порядок заполнения формы карточек обмена, особенности приема и обработки сигнала от датчиков. Обучающиеся, они могут звонить сами себе, во-первых, на различные рабочие места и уже как-то моделировать по указанию преподавателя, моделировать какую-либо ситуацию. Это может быть взрыв газа, это может быть поиск потерявшегося человека, это может быть какое-то крупное ДТП. Алексей работник полиции, но также проходит ознакомительное обучение с системой и с высоты своего опыта, говорит, что программа весьма удобна в работе. Программа автоматизирована. Как вызов поступает, автоматически уже, когда карта столпанная, автоматически вызов поступает на оператора 02, например, да, или оператора 01. И оператор 01 или 02 уже со своей стороны, свое рабочее место уже направляет наряд. С одной стороны так. Ну, удобно. Да, удобно. Тут и, можно сказать, 112 служба может уже конкретно распределить по службам, да. Например, где-то собака лает, зачем там полиция нужна, да. Например, может другая служба поедет и так далее. Таким образом, на базе учебно-методического центра в этом году прошли обучение порядка 100 слушателей, по итогам которых им выдают удостоверение о повышении квалификации. В общей сложности мы уже практически подходим к завершающему этапу по обучению диспетчеров и внедрению системы 112. Как мы знаем, опытная эксплуатация системы 112 у нас будет назначена, вернее, уже на 15 декабря. Это создание центра обработки вызова и ЕДДС города Якутска. Система 112 в настоящий момент работает в 14 субъектах России. До конца года будет введена еще в 56 регионах страны, в том числе и у нас. С ее вводом реагирование оперативных служб должно сократиться в два раза, а служб жизнеобеспечения – в четыре. Это Али Абрамов Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.